Здравствуйте друзья, с вами Кодер Лайн, технический специалист Коротеньких Руслан. В системе 1С предприятия реализован механизм создания временных файлов. Порядок создания и хранения временных файлов обеспечивается системой. Для получения имени временного файла следует использовать метод получить имя временного файла. Использование данного метода обеспечивает корректную работу конфигурации в многопользовательском режиме и с правами доступа к файлам операционной системы, а также своевременное удаление временных файлов. При использовании метода будет получено уникальное имя и гарантирован доступ к файлу. При выполнении кода веб-клиентом метод получить имя временного файла недоступен, поэтому следует использовать для получения каталога метод каталог временных файлов. И для формирования имени временного файла объект уникальный идентификатор. При использовании метода каталог временных файлов после окончания работы с временным файлом его необходимо удалять самостоятельно. В конфигурации при отключенном режиме использования модальности и отключенном режиме использования синхронных вызовов расширений платформы и внешних компонентов на стороне клиента нельзя воспользоваться методом каталог временных файлов. Вместо него нужно использовать метод начать получения каталога временных файлов. Для демонстрации создадим общую форму. Добавим в нее команду. Назовем ее сохранить файл временный каталог. Вынесем ее на форму и создадим обработчик. Так, используем метод получить имя временного файла. Для демонстрации. Для демонстрации. Для демонстрации вернули. В качестве параметра в данный метод можно передать желаемое расширение временного файла. Выведем имя файла. Для примера создадим табличный документ, который запишем в указанный файл. Запустим наше решение. И посмотрим работу данного метода. Ах да, забыл установить на главный экран форму. Ок. Закрыть. Итак, был создан наш файл. Ему было присвоено системное имя. И посмотрим его в каталоге. Действительно вот он есть. Можно это увидеть. Также хочу обратить внимание, что использование метода получить имя временного файла обеспечивает автоматическое удаление файлов при перезапуске рабочего процесса. Закрыв режим предприятия, можно увидеть, что файл автоматически удаляется. Разберем второй метод. Воспользуемся методом каталог временных файлов для получения каталога. объектом уникальный модификатор для получения имени файла. и добавим расширение. объектом. Сформируем полное имя. объектом. объектом. И выведем его. файл. И также создадим и запишем файл. запустим приложение. И выполним команду. посмотрим каталог для хранения временных файлов и увидим, что да, действительно были созданы два файла. однако, как я уже упоминал, при закрытии рабочего процесса, автоматически удаляется только файл, созданный с помощью метода каталога временных файлов и объекта уникальный индикатор необходимо удалять самостоятельно. удалим. удалим. и запустим. удалим. можно заметить, что файл один файл был создан, и так как процесс еще не завершен, все еще находится в каталоге временных файлов. файл, полученный вторым способом, был успешно удален. после завершения процесса, соответственно, и первый файл тоже удаляется. и разберем третий метод. начать получение каталога временных файлов на стороне клиента. данным методом необходимо указать параметр с типом данных описания. описание оповещения. в описании. Все. в описании. Продолжение следует... ...и присвоим имя обработчику... ...обработать получение каталога временных файлов. Создадим данную процедуру... ...для удобства реализации примера я создам ее на сервере. Она должна быть экспортной... ...и в ней... ...должны быть два параметра... ...имя временного файла... ...и дополнительные параметры. Каталог для хранения временных файлов... ...у нас будет получен... ...из параметра имя каталога временных файлов... ...и нам остается... ...создать имя файла... ...с помощью объекта уникальный идентификатор. Я скопирую... ...пример номер 2... ...и заменим... ...каталог... ...на переменную... ...имя каталога временных файлов. Итак... ...здесь мы... ...с помощью объекта уникальный идентификатор... ...формируем имя файла... ...создаем... ...полное имя файла... ...каталог плюс... ...имя файла... ...также выводим его... ...создаем файл... ...и записываем. Удаление я закомментирую... ...чтобы еще раз продемонстрировать... ...что данный файл... ...автоматически удаляться не будет. Запустим. Выполним. Можем заметить, что были созданы три файла... ...откроем каталог временных файлов... ...действительно так и есть... ...был создан... ...файл... ...с помощью метода... ...получить имя временного файла... ...и для него сформировано автоматическим имя... ...был создан файл... ...с помощью метода... ...получить каталог временных файлов... ...и объекта уникальный идентификатор... ...и сразу же он был удален... ...и... ...с помощью метода... ...начать получение... ...каталога временных файлов... ...на стороне клиента... ...был создан... ...третий файл... ...завершим... ...процесс... ...увидим, что файл удалился... ...и остался файл, который был у нас получен третьим способом... ...хочу обратить внимание, что... ...обязательно нужно удалять файлы... ...чтобы не было накопления ненужных файлов... ...и тем самым забивания памяти... ...на этом все... ...спасибо за внимание... ...процесс... 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 ...да? ... ...